Красноярские бизнесмены, депутаты, политологи сегодня обсуждают отставку у министра финансов края Романа Одинцова. Многие сожалеют о ней, считая, что край теряет ценного специалиста. Вместе с тем, большинство говорит о кадровом кризисе, который буквально накрыл наше правительство. Все гадают, что же стало истинной причиной ухода руководителя финансового ведомства. Роман Одинцов работает в министерстве с 2008 года. В 10-м был назначен на пост главы. За все это время никаких скандалов и нареканий к нему не было. Сам Одинцов отказался от публичных выступлений на эту тему, разместив на официальном портале лишь краткое пояснение. Решение, принятое мной, не спонтанное, но взвешенное, продуманное и обусловлено исключительно личными мотивами. Пять лет работы руководителем финансового органа – достаточно серьезный срок. Считаю, что здесь, в министерстве финансов, мной наработан бесценный опыт, который, уверен, пригодится и в дальнейшем. Депутат законодательного собрания Анатолий Быков уверен, что Одинцов ушел сам. Он один из первых осознал всю серьезность ситуации с краевым бюджетом, сказав, что выполнение майских указов президента, в том числе о повышении зарплат бюджетникам, может обернуться для нашей казны финансовой трагедией. Вот один из тех министров, который на самом деле называл вещи своими именами, озвучивал финансовые проблемы к концу, например, 2016 года, тогда он уже нам нарисовал на стенде, показал, что будет 76 миллиардов долларов. Сегодня они уже показывают 86 миллиардов. И я думаю, я посмотрел, что это не глупые люди, которые сегодня понимают, куда идет край, и понимают, что завтра придется отвечать же за это, за все. Я убежден в этом. Пять лет напряженной работы в Министерстве финансов края – это тяжелая, изматывающая работа. Если кому-то кажется, что это легко, то это большое заблуждение. Одинцов работал честно, профессионально. При этом, безусловно, его будет не хватать. Но и трагедии из этого я бы тоже не делал. Эксперты говорят, что за последние годы в край на высоких постах были сильные специалисты. Нынешний министр энергетики России Александр Новак, заместитель главы федерального финансового ведомства Михаил Котюков – оба выходцы из Красноярского правительства. Последний был предшественником Романа Одинцова. Многие политологи не сомневаются, что и сам Одинцов будет также востребован на госслужбе. Роман Одинцов, в общем-то, был один из немногих, на мой взгляд, и по отзывам специалистов, дееспособный министр в этом правительстве, потому что само правительство достаточно слабое. Судя по формулировке, поскольку он говорит, что по личным мотивам уходит, то есть он не идет на повышение, хотя такие слухи о его повышении некоторое время назад ходили. Все равно, когда такие профессионалы, как Одинцов, уходят, то это не может быть совсем безболезненным. И знаете, и здесь строчка из песни «Отряд не заметил потери бойца» – это не совсем правильная строчка. То есть, на мой взгляд, все равно отряд заметит потери бойца, и, в общем, какие-то проблемы именно в управлении могут возникнуть. За последний год полтора – это уже девятая отставка в нынешнем правительстве. Эксперты говорят, что такого не было уже давно, со времен Александра Лебедя. Покинули свои посты первый заместитель губернатора Василий Кузубов, министр культуры Геннадий Рукша. Ушли со скандалом министр транспорта Захар Титов и министр промышленности Денис Пашков. Подали в отставку министр инвестиций Андрей Вольф, министр спорта Сергей Гуров, министр образования Вячеслав Башев. Ушла с поста заместителя губернатора Ольга Карлова. На смену, конечно, пришли другие, более молодые специалисты. Но сама по себе такая интенсивная смена кадров у многих вызывает беспокойство. Какие-то отставки, возможно, не были необходимы. Конечно, нужна свежая кровь, но все-таки все должно быть в меру. Должно быть сочетание молодости и опыта. Когда же происходит такая практически мгновенная отставка ключевых людей, все-таки найти сразу грамотных, подготовленных специалистов. Но я считаю, что это очень сложно. За один год сменилось там много министров. А это есть определенная беспокоенность, потому что команда правильнее, чтобы команда была стабильной. Но с другой стороны, если говорить о каких-то рисках, то я не думаю, что риски настолько большие, потому что исполняют обязанности люди, которые работали заместителями. Думаю, что они тоже и технологию, и всю глубину проблем понимают. Роман Одинцов доработает на своем посту еще два месяца. После его ухода временно исполнять обязанности руководителя Министерства финансов будет первый заместитель министра Владимир Бахарь. Кстати, именно его поручат в нового руководителя финансового ведомства «Края». Я же добавлю, эту тему вы можете обсудить на нашем сайте afontova.ru, а также на наших страничках в социальных сетях. Ну а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 29 29 115. Наталья Истомина, Дмитрий Кучко, Афонтова новости.